Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира». В студии работает Евгения Фахурдинова. О самых интересных событиях недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Московский музей Сергея Есенина отметил 25-летие. Театральный фестиваль «Русское слово» прошел в Корее. Эксклюзивное интервью с актером Милошем Биковичем. А теперь более подробно об этих и других новостях. Дом в Большом Старочиновском переулке стал для Сергея Есенина знаковым местом. Именно здесь он впервые остановился в Москве и принял решение связать свою жизнь с поэзией. В конце 20 века это здание передали в дар городу. И вот уже 25 лет здесь работает дом-музей знаменитого поэта. В стенах этого мемориального дома до сих пор царит атмосфера московского периода жизни и творчества Сергея Есенина. В рукописи поэта личные вещи старинные предметы обихода того времени. Мастерски воссозданная историческая экспозиция помогает гостям музея погрузиться в начало 20 века и узнать любимого поэта с другой, еще неизвестной для них стороны. Раньше в доме в Большом Старочиновском переулке находилось общежитие одиноких приказчиков. Долгое время здесь жил отец Сергея Есенина, а также был прописан сам поэт. Уже в середине 90-х годов прошлого века деревянный дом серьезно пострадал из-за пожаров. Здание реконструировали и в 1995 году к 100-летнему юбилею Сергея Есенина на этом месте открыли мемориальный дом-музей. Музей – это дом. Дом, в котором хранятся не только вещи, не только рукописи, не только предметы, которых касались руки поэта. Музей – это та атмосфера, тот дух, который должен быть понятен и приятен всегда. Этот дух должен оставаться для всех той удивительной атмосферой, которая действительно составляет для нас часть души. В этом году Московский дом-музей Есенина отмечает 25 лет. Все эти годы здесь ведется научная и исследовательская работа. Сотрудники комплекса регулярно проводят тематические встречи, литературные вечера, концерты и чтения, посвященные знаменитому поэту. Яркое и глубокое творчество Сергея Есенина с легкостью находит отражение даже в новых современных форматах. Лидер рязанской джаз-группы «Филлинс» вспоминает о самых ярких совместных с музеем творческих проектах. Проект, который назывался «Поэты всей единой крови» Есенина Гейна. Он объединял две страны с помощью русского мира, Россию и Германию. Мы путешествовали целый месяц в Московском государственном музее Сергея Есенина с передвижной экспозицией о творчестве двух поэтов Есенина Гейна. И финал был потом у нас в Рязани в муниципальном культурном центре. Финал всего этого мегадейства. Вот этот проект был, ну, по-настоящему, можно сказать, наполнен какими-то чудесами, фантастикой, присутствием Сергея Александровича Есенина незримым. На сегодняшний день музей представляет из себя целый комплекс. Помимо мемориального дома в него входят Есенин-центр и Московский выставочный зал. Юношеские театральные коллективы из Нидерландов, Японии, Южной Кореи и других стран выступили на фестивале «Русское слово». Он направлен на популяризацию отечественной культуры и проходит за рубежом уже в четвертый раз. Показать русские традиции и самобытность через театральное искусство – такую задачу ставит ежегодный зарубежный фестиваль «Русское слово». Его проводит образовательный комплекс «Эппл-3» в лице учредителя и директора Натальи Гулиной. Из-за пандемии мероприятия в этот раз пришлось провести в онлайн-режиме, но такой формат, напротив, расширил географию участников. Представить свои постановки смогли русскоязычные коллективы из Нидерландов, Японии, Северного Кипра, России и Южной Кореи. Ребята сражались за первенство в номинациях «Лучший спектакль», «Режиссура», «Сценография» и «Лучшая роль». Юные актеры Международной русской школы «Детская гармония» устроили настоящую сказочную феерию «Алиса в стране новогодних чудес». Инсценировки сказок также представили и русскоязычные школьники из Южной Кореи. Ребята поставили сценку по знаменитому произведению Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». В старшую категорию попали два коллектива из России – театральная студия Международной лингвистической школы города Владивостока, а также ученики восьмого класса московской школы номер 1543 с постановкой «Пир во время чумы» Александра Сергеевича Пушкина. Благодаря деятельности театрального фестиваля «Русское слово» его юным участникам удается развивать творческие способности, а организаторам – укреплять международное сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах. В честь 60-летия покорения космического пространства мы совместно с телестудией «Роскосмоса» продолжаем рассказывать вам о самых интересных новостях из этой сферы. В следующем сюжете вы узнаете об удивительной истории Бориса Волынова, героя Советского Союза и представителя первого гагаринского набора. В его славной космической биографии два полета на орбиту Земли. В январе 1969 года с космодрома «Байконур» стартовал космический корабль «Союз-5». Его экипаж составили командир Борис Волынов, бортинженер Алексей Елисеев и космонавт-исследователь Евгений Хрунов. Днем раньше на орбиту вышел корабль «Союз-4», пилотируемый Владимиром Шаталовым. Командиры кораблей Владимир Шаталов и Борис Волынов перешли на ручное управление. 16 января на орбите впервые в мире состыковались два корабля. Космонавты с «Союза-5» перешли на «Союз-4». На следующий день «Союз-4» успешно приземлился. Борис Волынов остался один на «Союзе-5». Посадка была намечена на 18 января. Ничто не предвещало беды, но отделение спускаемого аппарата от приборного отсека вместе с двигательной установкой не произошло. Я посмотрел в левый иллюминатор и вижу антенну. Расслабили медь, посмотрел, солнечная батарея на месте. А это значит, приборный агрегатный отсек не отделился. А это значит авария. На высоте 80-90 километров от сильного разогрева приборного отсека произошел взрыв. Спускаемый аппарат с космонавтом, к счастью, остался цел. Зато произошло разделение. Началось сильное вращение. Перегрузки достигали 9G. Приземление было очень жестким. После этого врачи сказали, больше Волынов в космос не полетит. Однако медики ошиблись. В 1976 году Борис Волынов отправился в космос на корабле «Союз-21» в качестве командира вместе с бортинженером Виталием Жолобовым. Это была первая экспедиция на орбитальную станцию «Салют-5». Полет продолжался 49 суток. 24 августа 1976 года космонавты вернулись на Землю. После второго полета Борис Волынов продолжал службу в Центре подготовки космонавтов до 1990 года. Познакомиться с лучшими специалистами в сфере управления и выиграть грант на образование смогут победители трека «Международный» от конкурса «Лидеры России». Для жителей зарубежья это уникальная возможность попробовать свои силы в перспективной области. В этом году впервые запускается международный трек конкурса «Лидеры России». Это отличная возможность проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности. Хороший шанс для студентов, которые прошли обучение в российских вузах и хотели бы продолжить трудовую деятельность в нашей стране. Уверен, что интересен конкурс и для наших зарубежных соотечественников, желающих получить привлекательные предложения о работе в России. Зарегистрироваться на трек «Международный» можно до 17 мая. Стать участниками проекта смогут жители зарубежья в возрасте до 55 лет без российского гражданства и которые имеют небольшой опыт работы в сфере управления. Карьера этого актера началась на его родине в Сербии. Яркие и живые роли подарили Милу Шубиковичу любовь публике и грандиозный успех. Вскоре он стал появляться в работах знаменитых российских режиссеров и всего за несколько лет Милош смог покорить отечественный кинематограф. Своей историей актер поделился в интервью для телерадиокомпании «Русский мир». Первая слава и известность в России к нему пришла после участия фильма «Никита Михалкова. Солнечный удар». На съемке этой кинокартины Милош приехал из Сербии. Первое время в России ему было тяжело. Милош плохо знал русский язык и поначалу даже мучился из-за своего неправильного произношения. Но занятия с преподавателями и постепенное знакомство с русской культурой помогли Милошу быстро освоиться. Не было даже мысли об этом, что я буду здесь жить, что я получу гражданство и так далее. Я приехал, читая Достоевского и читая Чехова и Святого Серафима Саровского. Я ездил по монастырям. Для меня вот Россия – это прежде всего то, что находится в духовно-культурной сфере. В культурной жизни России Милош активно участвует уже более семи лет. За его спиной множество успешных проектов и знаменитых ролей. Милош играет в таких известных и кассовых кинолентах, как комедия «Холоп», фильм «Лед» и «Балканский рубеж». В феврале этого года по указу президента России актер получил российское гражданство. Российский кинематограф – это один из величайших кинематографов в мире. У нас, считая себя тоже русским, великий кинематограф, и очень долгая традиция этих фильмов, которая выжила через период жесткой цензуры. Эти железные условия, мне кажется, они еще дали дополнительный импульс к креативности. Уже несколько лет Милош Бикович активно занимается продюсерской деятельностью и является совладельцем проекта «Архангел Студия». Деятельность этой кинокомпании направлена на популяризацию сербской культуры. Сейчас актер планирует создать новую киноленту по мотивам биографии всемирно известного исследователя и изобретателя Николы Тесла. Без него не было бы у нас такой технологической революции. Его не верили в его теории, в то, что он говорил, что человеку будет возможно общаться мобильными телефонами в 1890-х каком-то году. Люди на него смотрели и не понимали, что это. Пока у меня нет такой цели, что я буду играть Теслу. Для меня, как для продюсера, самое главное – качество проекта. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собака.яндекс.ру До новых встреч и до свидания!